всем привет сегодняшний день начинается с поездки в подмосковье на наш участок будем косить траву покажем чем косим 40 соток кстати посмотрите какая идеальная дорога этот скат дорога здесь платная но нет пунктов взимания оплаты для оплаты необходимо скачать приложение и ввести номер авто там же покажут сумму для оплаты и кстати это приложение не синхронизируется с приложением по штрафам в общем нужно в любом случае скачать приложение иначе начислиться пене и сумма будет большая а повестят это через суд либо звонком робота мы приехали на наш участок сегодня будем опять докажет траву уже 2 были здесь два месяца назад сколько смогли только выкосили потом мы уезжали там по делам сейчас опять приехали сегодня он нам будет устанавливать забор только не здесь авто на другом участке тоже на этой же перину на этом же стрессе в этом приедет мастер по забору устанавливать его буду после и на среду договорились на установку андрей договорится на установку туалета уличного на поедине здесь поставить и договорились договорился андрей таким образом чтобы туалет закрепили к какому-то бетонному кольцу или к чему-то не знаю для того чтобы не сдувало туалет по полю тут он не катался потому что наших соседей такое уже бывало туалет это знаешь сколько стоит пипец я офигел когда узнал цены сортира 40 тысяч стоит туалет это с установкой с кольцами совсем но все равно 40 тысяч за сортир это какие-то не сну а еще мы купили нестандартного цвета красивого краску покрасим для бешеного туалета я будешь представить сколько будет остальное стоит если сортир стоит только но знаете еще почему-то такой дорогой в основном туалета такого размера то есть где-то метр семьдесят да то есть у нее с моим ростом как бы собачью будку только залезать пришлось заказывать специальный туалет под двухметрового человека большой туалет нестандартный в общем дела вот оно озеро кстати не зацвел что мы проезжали сейчас там озеро недалеко зацвело это прям по кайфу тихо тихо травку вот это вот красота рыбаков нет класса когда мы только купили здесь участок столько рыбаков было просто весь пруд в рыбаках а сейчас там все позагородили уже всем работать сейчас мы покажем как собрать газонокосилку и выкосить этот огромный участок тут у нас 30 соток прошлый раз мы выкрашивали половина поместа мы сделаем много ну этими газонокосилками сейчас мы покажем каких-то собрать и покажу вам минусы и плюсы вот этого чудо техники на колесиках патриот рт-5520 годовая косилка их у нас две штуки два значит когда вы получаете ее в магазине там по почте у вас у вас вот а вот так вот в таком виде она приходит у нас конечно грязно смысл такой лишнюю так к нему же нужно купить масло вот такое масло специальное масло для газонокосилок вот и of ins принципе то масло хватает очень надолго нужно наливать немножко я вам покажу если будете переливать то на свечи приходит в негодность и быстро сломается сейчас так вот она эта штука забылка называется вот сюда вот нужно оставлять шприц и накачивать смазкой магазине говорят что просто вы открутили обычный шприц магазины медицинские вставили и накачали но так это не работает за нужный шприц которая в автомобилях я его купил вам покажу как накачивается и нужно еще сюда добавлять смазки туда будет нормально работать смазывать их надо где-то каждый ты 30 соток 30 соток откосили смазали вот она вытаскивается у нас по-моему ручка была полностью отдельно мы ее уже прикрутили образом собирать крепить потом это все собирается крепится сейчас мы все соберем и покажем сейчас закручиваем барашки они идут в комплекте все просто вставляем их не надо не по такими углами там мудрить потому что некоторые там так так изгибаются просто как она есть так и собираем в конце получается нужно взять ключ он в наборе не идет ключ на 13 и прокрутить почему это дело потому что когда вы будете работать его если вы просто от руки закрутите без протяжки ключа допустим работы 20 минут 20 или там часу то вот эти все механизмы начинают раскручиваться это вся к концу сначала болтаться это конфета раздражает нужно все это протянуть ключом то потом в работе это все не откручивалось протянули все механизм готов сейчас мы ставим эту вот хреновину и начинаем крутить когда мы собрали в верхнюю ручку переходим к этой планке или нужно будет смазать смазываем ее вот здесь пистолетом вот таким пистолетом если пистолета нет просто так откручиваем немножко добавляем туда смазки вот когда вы накрутили по идее должна тут смазаться но она очень тугая не знаю почему так придумали только на этой системе такого идиотизм сделал других системах там с этой штукой проще и немножко добавляем сюда вот масло то есть мы снимаем вот эту штуку вытащили туда масло накидали закрыли что здесь было масло какая-то смазка потом прикрутили а вот этими саморезами и саморезами шестигранником подкрутили тут тут у него будет стоит . то есть мы доставили закрутили здесь а внизу подтянули когда это сделали приходим дело доходит до пилы в нашем случае из пила в комплекте идет круг куда вот в комплекте круг идет но сразу скажу вам покупайте дополнительно другую руку не будет крутил конец этим название отдельно сразу покупайте другую потому что она ломается как она ломается вот когда тут не снимите тут будет маленькая пружинка которая держит леску а на нашем случае она выскочила мои просто не смогли найти траве ровно и получается вылетела и мы потеряли не нашли чтобы установить ее либо вот этот вот круг сначала ставится вот эта штука мы и установили вот так мы поставили маленькая маленький лайфхак шестигранником вот в эту дырочку нужно вот вот через чашечку тоже попасть в общем также настоящее да так вот вы вставили потом мы поставили его воткнули вот так шестигранник зафиксировать вот эту дырочку вот в этой чашке и потом вот в это также потом устанавливаем вот этот вещь то есть вы смотрите вот так вот она должна быть вот таким макаром то есть вы вставили если это пила то вот эта штука становится внизу вот здесь ее поставили а потом уже эту железячку подставляем то есть сначала вот это вот это в нашем случае то есть вот так это делается все мы закрутили еще она зафиксилась то есть руками мы закрутили чтобы открутить также руками открутили все то есть все легко и просто а здесь а в конце уже вот таким гайкой фиксирующей закрутили потянули тут где удерживаем шестигранником которую воткнули сюда а тут просто закручиваем еще в принципе все элементарно тут вы разберетесь тут и ребенок разберется когда это все собрали нужно будет прокачать бензин чтобы завести эту чудо технику китайскую откручиваем вот это вот байду на четырех саморезах откручивается она вот этим ключом который идет в комплекте потому что идут еще два две отвертки они их можно сразу выкинуть они не откручивают толстую отвертку когда так открутили надо аккуратно и снять почему аккуратно потому что третьего то вываливаются очень так кто-то придумал эту систему придурашную тогда будете покупать вот этот кассиль патриот этот сразу берите другую запасную все мы вытащили жили на траву видите вот вот это вот херня то есть надо отогнуть вытаскиваем но уставляем но если вдруг вот это вылетит то все можно вот мы потеряли в траве и не нашли что же выкинуть в черте чё и пружинки эти не продаются больше отдельные менять надо часто ты откручивать эти четыре болта 4 самореза вставляет там грубо говоря каждый там пять соток прошли пять ставили в нашем случае это каждый там час меня это реально бесит точно куда упрощенную систему он купить чтобы не мучиться сейчас мы заменяем а менять как оставляем сюда вот на себя взяли натянули вот натянули видите она сюда встал пальцем держим выкинули нахер нового вставили и зажали все то есть если сейчас вот мы обратно тут она стопор вставляется вот он упирается в топор все новую там вставили опять отжали опять ставили но если вдруг она выйдет уже все смотрите когда отжали засунули эту леску потом нужно вот когда эту пальцем тут придерживать вот так вот придерживайте пальцев и вот это надо вот а по то есть прижать туда еще до конца отверткой чтобы она прям вот до конца глаза иначе всего не дожмете и будете начать теперь вылетит то есть вот прижали она и хорошо держит также это вот эти усики оставляем где-то сантиметров 45 сантиметров туда и тут оставили для чего пошел к нам вот эту штуку мы ставим обратно когда будем ставить они здесь и усовываются вот то есть отсюда засунуть усик туда просунуть этот сюда просунуть а потом уже закручивать вы все засунули он закручиваем в общем на смену да вот чтобы поменять трихомудию уходит примерно минут 15 на долго если другие систему много упрощенные варианты а кстати вот мой а уже выкинули домой которые покупали прошлый раз черный ну прошла скупили черную пластмассовую такую же штуку только не такая а другой модификации в интернете вы увидели она когда по земле выбьете там пружина стоит и и когда один раз по земле ударяете вот эта штука увеличивается точно там пружина на накручивается вы ударили по земле она увеличивается увеличивается и чтобы типа ну долго можно было работать и не менять лески вот там есть такие пластмассовые штуки они просто разлетелись и развалились в этот раз мы купили железную мы брали с собой да покажем в общем такому купили на пробу но она железная хорошая мы еще не пробовали она упакована еще в любом случае это будет лучше чем вот это вот ерунда и плюс еще вот эти сам саморезы они это слизываются то есть дешевые алюминий прокручиваем когда будете закручивать он прям съедается и это недолговечное фуфло так что сразу покупайте другую головка так принципе он удобный триммер этот единственное нужно покупать в каком случае если допустим большой участок и больно чтобы спина не болела тягать на себе одну косу и у купил с колесиками ходишься и выкашиваешь именно по квадрату то есть взял выкосил квадрат потом второй квадрат такой проще и легче и быстрее и сейчас я вам покажу как это дело и вот около в этом случае если у вас участок маленький там что так 6 такая вот штука вами нахер не нужно можете купить обычную пилу это косу и косой ходить и косить это быстрее тоже то есть это нужно покупать в том случае если болит спина или большой участок чтобы не ходить заморачиваться не ходить в плантации вот заливаем вот бензина за 92 вот по вот эту риску и вот стоечка нужно залить масло то есть там буквально децил вообще-то меньше вообще нужно было по верхнюю риску года где а сорок к одному вот так залить но мы сейчас масло просто чуть меньше нальем и вот вас болтать это все если перейдете масло много будет наливать масло тогда свеча потемнеет и перестань заводится с болтали потом залили дальше будем заводить лучше всего еще купить вот такой веник чтобы убирать всю эту траву которая налипает а и будет очень много на этой тюке сейчас там его почистили когда прошлый раз уезжали но лучше купить такой веник потом когда мы это все сделали залили бензина сюда вот есть такая пимпочка резиновая вот она вот покажи вот он под пальцем вот видите короче вот она этого ерунда надо 1 8 там 10 на него так ножа для того чтобы закачать бензина вот закачали сюда такой звук произошел все бензин закачан потом открываем это вот хрень вот наверх вы перевели да и кстати не с первого раза даже видишь все потом пусть мы ее поставили а потом а очень слабо поработали пока она полностью бензин не уйдет с первого бата то есть аккуратно без фанатизма а потом когда она уже второй раз уже залили бензин можете прям уже без остановки включили фиксатор поставили включили фиксатор поставили можно поставить короче в интернете говорят как на ней косить многие вот так типа елочкой это золото максимально это косить по квадрату и вот так вот и пошли вот так вот вот так вот развернулись и и дальше он квадрат так и съесть ну вот и вот а а а а а а а а а андрей видно как он загорел Я сгорел. Мои руки просто красные. Я запарился. Посмотрите наш участок. Это кажется, что его так мало. На самом деле здесь 30 соток. Это кошмар. 30 с небольшим здесь. Мы вдвоем тут упахали. И то не все сделали. Вот вдоль заборчика, там где овраг, еще осталась трава. Но она и была. Мы их в прошлый раз не скатили. Поклятые елки так тяжело укорчевываются. Я купил вот такую штуку. Секатор огромный. Вообще это огромнейший секатор. Он обрезает большие стволы. Вот такой ствол. Вот считай, как этот веник, грубо говоря, обрезает. И то он какие-то берет, какие-то уже нет. Тяжело. И приходилось топором урубить. Все равно этих 100 елок. Блин, я вот половину обрубил, еще половину. Это какой-то кошмар. Но это тяжело реально. Это застали не надо. Ну вот потом уже все дочератки. Елки подорудили. А вот еще кстати. Докрасилось. Там когда забор сделали, вот эту швеллер приварили. А швеллер они не красят. И оставили его. Ну он так заводской, как бы говоря. Бог без нас. Вот я его купил в банку масла. Ой, в банку краски. Короче, банка краски стоит. По металлу, чтобы покрасить его. 500 рублей. Я офигел. 500 рублей, чтобы покрасить его. Цены выросли вообще дорого. 500 рублей, чтобы это покрасить. В общем покрасили. Сейчас поедем вниз туда, к нашему участку. Там я эти... Сегодня же геодезис был. Поставили ковушки. Сейчас еще раз там как краска пройдусь, чтобы это... Ну, не поотлетали. Потому что придет... Мы уже решили человека опять привлечь, который траву косит. Потому что совмещать работу. Ну, и это тяжело. Да, физический труд. Да, это нелегко у нас. Ну вот позвоню человеку. Он придет там траву покосит, чтобы... Ну, ковушки понесбило. Чтобы не сбил ковушки. А еще сегодня заказали все-таки забор. Да, кстати, забор заказали. На тот участок заказали из профиля. Хотели из сетки, потом подумали. Сейчас сэкономим, как бы, а потом пройдет там 5-6 лет. Потом будем жалеть, а чтобы поставить профлист, она полностью переделывать забор. Снести все, что есть, да, и за нас ставить. Да, там технологически не получается. Ну, на старые столбы поставить вот такой профлист. Ну, грубо говоря, вот такой вот мы заказали же. Струйте с тремя лагами. И с таким же цветом. Ну, все один в один на тот участок. Только единственное, что мы там сделаем буквой П. Одна сторона будет к соседу сетка. Сосед справа, он давно сетку себе поставил. Мы ее оставили. Мы посчитали, мы хотели там поставить, но вообще-то уже какая-то космическая форма уходила. На сотку больше и решили, как-нибудь переживем этот факт. Ну, ничего, хотя бы будет три части, три секции закрыта нормально. Что, на сегодня здесь собираемся? Там пойдем колышки забьем? Да, колышки забьем, покажем участок, если не забудем. И все. Эти отрабатывают хорошо. Пашут. Мне нравится вот этим, с такими слесками пройтись по легкой траве какой-то. Ну, не сильно густой. А вот тем ножом, Андрей, которым проходится обычно, очень хорошо густая трава. Прямо как маслом слезает. Смотри, обалденно, что здесь этот идет победит. То есть, тут напайка победит, давай, и она ее точить не нужно. И также, если она отлетит, то она не поранит. Это, конечно, классно. То есть, вы купили, не паритесь, не надо точить, ничего не наделать. Вставили, и шпарите. И она прям все подряд пилит нормально. Она и в этот попадала, и в кирпичи попадала, и от енот. Мышки полевые. Муры вот эти стоят. Полевые мышки. А, от муравьев, что ли? Вот, покажи. Куда она когда врезается? А, муравейники. Вот у нас муравейников дофига тут. Вот такие муравейники. Муравейники. Елки уже потом в следующий раз подбираем. Это будем взять бочки. Надо потом купить еще бочку. Потому что в Москве нельзя сжечь, как и везде. Да. Только в бочке можно сжечь. Минутка рекламы. От вот таких вот сгораний, сильных, помогает очень хорошо масло какао. Мы с Доминиканы привозили, у нас баночка дома есть. Она топится от тепла тела, и прекрасно просто помогает. Вот, не сгореть, не облезть. То есть, после вот такого, у тебя прекрасно кожа воспримет вообще... Кто не смотрел ролики с Доминиканы, посмотрите. Вот. У нас на ютубе. От 21-го года. Да, там вообще круть. Просто пушка. Что, погнали? Да. Тотик. Первый раз так низко полетел. Вот военный какой-то. Вот получается, как в прошлый раз, вот от этого забора, который стоит. И вот я поставил там колышек. Вот до этого колышка надо будет траву покосить. И вот эти вот кусты тоже нужно будет убрать. Я за это тоже доплачу. Эти кусты. Но они там топором срезаются, или пилой можно, в принципе, тоже их срезать. И получается, надо пройтись триммером, чтобы убрать полностью траву. Брать ее можно, в принципе, и не вывозить. Но нужно будет от забора на 2 метра траву сгребти туда, чтобы когда этот забор привезут, чтобы они смогли поставить. Сегодня мы приехали, закосили всю траву, которая была. Сегодня купили новый триммер, который не на колесиках, а как обычная коса. И, конечно, намного быстрее, почти в три раза быстрее. Но сегодня все покосили. Жаль, конечно, что покупали эти на колесиках. Но на колесиках большое преимущество, что такая трава, она прямо убирает под ноль. Почти газон делает. Сегодня нам привезли туалет. Это вот елки, которые нам мешают для строительства дома. Он под фундамент, мы их порезали, сюда положили. Но все равно еще нужно будет кое-какие елки брать, какие-то ставить. Вот такой нам привезли туалет сегодня. Установили, сделали. Долго искал, кто может сделать туалет высотой 2,50 метра. Вот так вот где-то, что этот залез. Потому что у меня рост метр девяносто два. И никто не делает. У меня внутри сделали они два кольца. Общая глубина получается метр шестьдесят. И плюс еще сверху кольцо они кинули. Я очень долго искал, чтобы делали с кольцом. Такое кольцо, то есть два кольца в землю ходят. И сверху этих двух колец ставится еще одно кольцо из бетона. И в него же сверливается туалет. Так на самом деле в Москве вообще никто не делает. И в Подмосковье. Там нашел одного парня, он это сделал. Потому что если это не сделать, то от ветров, которые здесь дуют по осени, может туалет перевернулся и там развалится. Ну вот, получается, вот два кольца. Глубина вот такая приличная. И нанкерные болты поставили. Но единственное, что в этой конструкции я буду добавлять, вырежу дополнительную доску и положу поверх. Потому что когда, в общем, садишься, она прогибается. Тонкая доска. Сколько получается? Два сантиметра. Надо будет с таком-то хорошей кинуть. Чтобы была опора хорошая. Ну, это уже в следующий раз, когда мы приедем, красить я замерю. Потом вырежу, приеду, установим. Вот так, в принципе, неплохой туалет. Ну, единственное, что он до конца не открывается, потому что здесь упирается. А так, в принципе, нормальный туалет. Тоже с этим туалетом. Мало кто привозит, мало кто делает. Вроде обычная вещь. А найти нормальных людей, кто может приехать сделать, очень трудно. Ну, вот осталось только покрасить. Они ее в грунтовке привезли. И обработанно, как в обработанном виде. И осталось покрасить. Ну, тут еще они просверлили, получается. Ну, это, скорее всего, на заводе. Дырку. И там потом заделаю холодной сваркой, чтобы вода не капала и дерево не гнило. Вышло все чудо, 40 косарей. Дешевле в Москве, в Подмосковье никто не делает. Либо самому надо покупать, на чем-то его везти. Самому рыть. Где-то эти кольца брать, тоже на чем-то его довозить. Какой-то газы нанимать. В общем, я посчитал, что на то, а то оно и все выходит. Что так, заплачешь людям, они приезд сделают. Что сам будешь долбаться. А сейчас мы поедем на второй участок. Там надо будет скосить траву. И потому что к нам через три дня приедут устанавливать там забор. Нужно подготовить участок. И на сегодня, наверное, день наш трудовой завершится. Сейчас замок повешу, на всякий случай, и поедем дальше. Сегодня купил такой нож себе, арбуз резать. Арбуз купили, а ножа не было. Заехал там в магазин по пути, кизлярские ножи были. Купил такой нож. Сказали, кизлярский, а там хрен знает. Нету здесь обозначения, ничего. Ну, такой конкретный нож. К нему такая, это что, кобура. Нож получается. Так на одну руку неудобно. Он здоровый такой. А это идет медная. То есть железяка, медь. Тут и тут вставка медная. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ